Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь преподаватели студии современного и байдного танца Эдельвейс Нина Анатольевна и Евгений Александрович Мы рады вас приветствовать на нашем уроке Мы хотим вам предложить выучить продолжение комбинации латиноамериканского ча-ча-ча Ну что ж, давайте скорее приступать! Продолжение следует... Продолжение следует... Появившись в 1949 году, веселый праздничный танец Ча-Ча-Ча быстро завоевал любовь жителей Кубы. Практически в каждом местном уличном кафе можно было наблюдать, как танцуют Ча-Ча-Ча. Учитывая, что Остров Свободы, таково неофициальное название Кубы, был излюбленным местом отдыха американцев, не стоит удивляться скорости распространения танца на территории США. Лето 1954 года для нью-йоркских меломанов прошло под знаком Ча-Ча-Ча. Две пластинки из трех выпускались именно в этом жанре. Не остается в стороне и Европа. Здесь он распространился благодаря известному английскому учителю танцев Пьеру Лавелю, ранее модернизировавшему румбу. Лавель побывал в 1952 году на Кубе. Необычная манера исполнения румбы гаванских танцовщиков в повышенном ритме и с дополнительными шагами, соответствующими дополнительным ударом в музыке, не оставила его равнодушным. Вернувшись в Англию, Лавель не замедлил преподнести увиденное как совершенно новый оригинальный сенсационный танец с континента. Интерес к Ча-Ча-Ча и его популярность среди танцоров всех возрастов и рангов были настолько велики, что уже через 5 лет после своего официального рождения танец получил статус участника конкурса по латиноамериканским танцам. Изначально он был описан как мамба в ритме гуэра. Основная комбинация – тройные шаги, шоссе самых различных видов, благодаря чему танец иногда еще называют тройным мамба. И действительно, основные движения Ча-Ча-Ча во многом сходны с движениями мамбы и румбы. В настоящее время танец, конечно, эволюционировал. На международной арене он приобрел черты элегантной изысканности, но характер танца по-прежнему зажигательный, озорной и беззаботный, а ритмичетный, стокотированный. Движения энергичные, быстрые, без поднятия и снижения корпуса. Вариации танца разнообразны, выразительны и игривы. Позиции в паре варьируются самые различные. Закрытая, открытая, веерная, открытая променадная, открытая контрпроменадная и другие. Особая выразительность в паре присуща даме, которые как будто кокетничают с партнером. Танцоры, двигаясь фактически на одном месте, создают ощущение легкости и воздушности. Тетя Ча продолжает находить поклонников по всему миру и завораживать публику всех возрастов. Не уменьшается и число желающих освоить его хореографию. К тому же, педагоги заявляют, освоить этот танец может каждый. Продолжение следует... 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 все с другой ноги, с левой. Раз, два, лок, чай, чай, раз. И две с правой ноги. Пять и шесть, семь, восемь. Попробуем с другой ноги, уже с руками. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. И вновь повторим. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре, пять и шесть, семь, восемь. Это упражнение танцуется четыре раза. Танцуем его под ноги. Ну что же, дорогие друзья, сейчас мы попробуем соединить весь материал этого урока под музыку, начиная с кубинских притом. Музыка. 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 Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, вы с удовольствием с нами потанцевали под эту мелодию и эту композицию можно потом начинать вновь со второго куплета заново. Ну что ж, а если тебе понравилось с нами танцевать, то ты непременно спеши в нашу студию к нам на уроки. А если тебе понравилось данное видео, то скорее подписывайся, ставь палец вверх и нажимай на колокольчик. Мы будем рады видеть тебя. До скорых встреч!